Я поедала, Мамарюс. Ты что сделала сейчас? Ну да, а так... Ты взяла мою тушь и что я сделала? Брови себе накрасила? Че ты его бьешь? Милан, ты красивая? Спасибо, Глэш. Мил, ты красивая? Ты хочешь быть красивой? Да? Да! А сейчас нифига не красивая. Кровать? Какую? Кровать розовую. Розовую кровать хочешь? Че еще хочешь? Одеяло с принцессами. Одеяло с принцессами? А подушка с принцессами. И подушка и одеяло с принцессами? Милан, че у тебя такие ноги длинные? А? Еще очень длинные ноги. А почему такие ноги? Кто тебе разрешил с такими ногами родиться длинным? Ой, я тебе не зацел. А, дочь? Ну и че ты еще хочешь, расскажи. Я хочу горку. Горку? Горку с кроваткой. Да, с кроваткой. Горку с кроваткой? Ого, у вас запросы, дамочка. Где надо денег столько взять? Деньги есть, главное знать, где их взять. Да, дочь? На работе. На работе. Значит, надо идти на работу. Че, почему ты еще не на работе? Вот, иди на работу. А там нету дела. Твоя работа сейчас, это садик. А Матвейкина работа учиться. А ты сказал сам, я не пойду жить. Ну, сегодня выходная, потому что... Сегодня мы в доме сейчас пойдем куда-нибудь гулять. Да? Мам, ну... Мам, учитель, уходи недолго. А, кстати, учитель придет сегодня. Мама! Может, мы пойдем в таком месте. А учитель-то придет, придет. Мам, ну давай, соберешь. Давай. Милана, они просто нереальные. Они... Надо протереть стекла. Это... Дорогие очки. Ты у меня дорогая женщина грузинская. Не надо так. Не надо тряпочкой специально. Я тебе дам. Не, не надо, дочь. Я сейчас тебе помогу. Вот, они глаза у тебя защищать будут. Потому что они с хорошими стеклами. Эти очки. И у тебя летом будут глазки защищены. Покажи, милая. Летом? Летом, да. Но очки, они же в солнце. А сейчас солнце в Батуми. И нам надо с тобой быть модными грузинскими женщинами. Давай, давай, смотрю. Мам, вы, мы сфоткаем? Да. Да, сфоткаю. Он тут на гитаре сидит, играет. Ой, как же хорошо-то, а. Милан, ты молодец. А меня не страшно. Боюсь, знаешь, у тебя вообще ничего не страшно. Нет, не страшно. Вот ребенок ничего не боится. Растет без страха. Бесстрашная девочка. Что позвонила тебе? Ну, подружка моя. Подружка твоя, София, позвонила тебе по вот этому телефону? Да, а может, она сейчас, мама, ее мама, соседи, мама, сказал, что они пойдут мне в Грузию. В Грузию к тебе в гости приедут? Да. Доченька, ты не представляешь, скоро мы будем тут всех встречать. К нам все захотят приехать. Представляешь? Здесь еще моя соседа приедет. Да, ты будешь, видишь, ты уже просто принимаешь уже заявки просто на мышку. Это пасевой мой? Это телефон твой, да. Я его никогда не забуду. Да. И буду с ним заить. Звонить будешь по нему, да? Что, ура, сегодня в садик не идем? Да. Сегодня к девочкам? Да, вот так. Вот так пойдешь? Да. Ура? Ну, скажи, ура, девочки, я еду. Девочки, я еду к вам. Мама, почему телефон, ну, ничего? Сначала, сначала, давай. Кто нас крепко любит, кто на утро будет, Кто нас обнимает, Кто нас обнимает, Кто нас обнимает, Мамочка, любимая, дорогая мама. Молодец, доченька. Сегодня день мамы. Ты молодец. Ты рассказала хорошо стихотворение. Моя любимая. Дочь, ты молодец. Как и доченька, как и доченька. Матвей, а ты расскажи стихотворение. Про мамочку. Вот Милана знает, да, дочь? Да. Молодец. Ты умница моя. Кто нас крепко любит, Кто на утро будет, Кто нас обнимает, Швает и ласкает. Мама. Мама, дорогая. Мама, мамочка моя. Моя, дорогая мамочка. Давай, поцелуйте. Муа. Еще хотим представить вам Новую модницу грузинскую. Маленькая грузинская модница. У нее резинка за 35 лари. Какая же у него, да. У нее вот такая вот Такая поясная сумка Фэнди. Поясная сумка Фэнди. Тоже все замечательно, да, дочь? Тебе нравится? Ну, как ты считаешь? Ты сегодня хорошо пошопилась? Да? Маленький чемпион. Молодец, Даша, молодец. Ух, я сегодня тоже молодец. Молодец, Даша, все. Пошли в бассейн, пойдем. Потренировались хорошо. И посадили тюрьму. В тюрьму посадили бабу-югу? Там страна была недобрая. Недобрая? Да. Злая. Злая? А вот она все в детишек забрала. Забрала? Да. Что дальше было? А потом они... А потом деда побежали к маме и сказали то. Что сказали-то? Сказали, а бабу-югу-то она была на съезде. Сидела. Сидела? Да. Кого? Ну, одну детишку. Одну детишку? Да. А ее мама была грузная. Грузная? Да. А что за детишка была? Она была рюкзаком. С рюкзаком? Да. Это девочка была? Да. Как ее звали? Она Майк. А как ее звали? Не знаю. Не знаешь? А потом они пошли в лес. В лес? Да, детишки. И мамы. И мамы? Да. Они сбежали от Баба-яги? Да. И что было дальше? Она за ними полетела. На ступе? Или на метле? На метле. Вот такой. На метле? Да. На метелке? А потом она... Что, догнала их? Мам с детишками. Баба-ежка догнала? Да. И посадила в клетку. В клетку? Кого? Мам? Мам и детишек. А-а-а. И что было дальше? А потом она... Они... Поехала. И поехала. И увидела еще одну игру. Кого еще увидела? И еще одну игру. Бабу-ягу еще одну? Да. Две она. Было две Баба-яги? Да. Сестренки Бабу-ежки? Да. Дай. И они... Поехали. Куда? Ну, поехали ехать. В лес? Да. Бандой уже, дай? Все на метелках были? Да. Полетели тогда, они поехали. И они забоили детишек и мам. Какая-то страшная история у тебя. Сказка. Ты придумала. Да. Ты сама придумала эту сказку? А потом они... Дочь сама сказку придумала? А потом детишка и мама жили клюзь, пока Баба-яга спала. А потом они... Открыли клетку, что ли? Да. И пошли домой. А Баба-яга за ними... А Баба-яга за ними... Поетела, но не договала. А, да. То есть история у тебя закончилась добром? Нет, не закончилась. Не закончилась? Нет. Будешь дальше сочинять? Да. Ну, надо уже писать книгу. Да. Надо записать, что я и молодец. Что ты молодец? Да. Что ты придумала такую сказку, да? Да. Вот эта сказка... Что это? Тебе не помню? Это вообще не сказка. Покажи раз так. Вот. Давай, давай, покажи. И потом они заблудились. Заблудились? Да, и не нашли дорогу. Дорогу не нашли? И с собой не заеду. Еду не взяли? И кровать. И кровать не взяли. И они спали. Где? Спали только в берлоге. В берлоге? Ну, там не было. Это просто такой был дом. А потом они увидели пищейки и конфеты. Печеньки и конфеты увидели? В берлоге? Да. Ага. Нет, не в берлоге, а на дороге. На дороге? А, на дороге всё это пройдёт. Вот они нашли дед. А них удал. А потом они все себе кассеты. Милан, какая истина в твоей сказке придумана? Никакой. Давай истину найдём. Истина, что добро побеждает зло, наверное, да? Нет. Никакой. Истина есть. Надо её только найти. Только без мамы. Я тут... Дочь, ну мне понравилась твоя сказка. Осталось только посещать. Осталось... Осталось только её написать. Нет, осталось только её... А какие там герои? Герои. Кошки и собаки. А ты говорила, лев там и что-то ещё. Ну ещё есть Зашек и лев. Все золотые по мне. А сама говорила? Баба-яга. А что-то, злая. А Баба-яга это злой герой или добрый? Злой. Злой, да. А какие добрые герои в твоей сказке? Только он... Зашек. Собачки, коты и эти как-то. Лев и заяц. Ещё. А Баба-яга такая злая. Да. Ты будешь у нас сказочница. Да? А может, что ты несёшь? Не хочет? Он только мультики просит. Просит мультики? Да. Не хочет слушать твои сказки? Да. Только он ты. Потому что... Я хороший слушатель, да, Милан? Да. Потому что в них нет смысла. В них истину мы ищем. Значит, ты любишь мультики, а мы любишься. Опять дома? Да. То есть так, дайте мне просто пульт и всё. Я буду смотреть. Ну и всё. Если ты так просишь, на тебе. Сикошки тебе. А вот ты мою сказку. Я там вот ещё дам фигушку. Спасибо. Спасибо.